Привет, ковбой! С вами Войсеребус и просто канал об играх. Давно у нас уже не было подкастов, и за это время накопилось несколько вопросов, которые я бы хотел с вами обсудить. Но для начала хочу поблагодарить всех, кто смотрит это видео и все мои остальные видео. Комментируют их, подписываются, ставят лайки не глядя и заслуженные дизлайки. Всем, кто делится видео в социальных сетях, рассказывает о них друзьям. Всем, кто смотрит только Ведьмака и всем, кто смотрит всё, что я делаю. Спасибо вам, ребята! Огромное спасибо! А пока меня не было, нас стало почти на 3000 больше. Буквально вчера мне сообщили о 13 тысячах подписчиков. Как ни странно, но вы самые-самые. Оставайтесь такими, а вновь присоединившиеся, присоединяйтесь и зовите друзей с собой. А мы идём на 5 нулей. А теперь к делу. Начнём с прошлого и моего двухнедельного отсутствия. Я выпускал на эту тему небольшой ролик, но для тех, кто пропустил, не смотрел или ничего не понял, расскажу. У меня сгорела материнская плата, и так как комп уже не новой сборки, материнской платы под мой комп сразу не оказалось, и пришлось немного подождать, пока привезут подходящую из другого города. Жёсткий также приказал долго жить, его пришлось обновить. А SSD-шник системой словил критический баг, так что его обнулили, а винду переустановили. Так что теперь у меня практически абсолютно чистый, но, к сожалению, не новый комп с десяткой на борту. Первый ролик про две недели я выпустил в виде теста рендера, который прошёл на удивление успешно, но уже при подготовке билда на бомбера начались проблемы. Сначала я записал исходное видео в слишком высоком битрейте, и Vegas настолько сильно лагал, что работать в нём было непозволительно. Честно признаюсь, мой косяк. Но при возврате к старым настройкам, которые были до поломки компа, записанное изображение просто распадалось на пиксели, и причина этого мне до сих пор непонятна. Так как до проблем с компом такого не было, может быть в десятке проблем. В итоге, найдя более-менее оптимальный вариант, зажатый тисками из лагов и пикселизации, я записал видео про бомбера. Качество картинки вы видели. И даже тогда несколько моментов с разваливанием на пиксели картинки мне избежать не удалось. Два последних ролика тоже были не самого лучшего качества, благо для них это не самое главное. А кстати, как вам картинка сейчас? Я вроде смог её подтянуть и сделать более-менее приемливого уровня. Хотя монтировать всё равно немного тяжеловато. Да и ютуб на корню качество всё равно порежет. Если среди зрителей есть люди, хорошо разбирающиеся в бандикаме, способах кодировки видео, рендеринг в Вегасе, то с удовольствием обсужу с вами этот вопрос и послушаю совету по оптимальной настройке. Да и сам я уже встал на путь понимания и в новых видео всё будет отлично с картинкой. Во-вторых, мы таки преодолели порог в 10 тысяч подписчиков. И на эту цифру я обещал сделать группу ВКонтакте. Обещание выполнено, группа заведена и действует. Так что можете прямо сейчас, не выключая это видео, перейти по ссылке в описании и вступить в неё. Хотя многие из вас и так, наверное, об этом знают. Группа создана в первую очередь для вас. Общайтесь, задавайте вопросы, публикуйте интересные новости по миру игр в целом и Ведьмаку в частности. Не хочу говорить, делайте что хотите, но свободы много. При этом я ищу в группу администратора управленца, активного подписчика моего канала и большого любителя мира игр в целом. На должность хранителя группы на добровольных началах. Из обязанностей, по сути, это ведение группы во всём своём классическом понимании, обязательная адекватность, остальное просто приветствуется. Подробности можно обсудить в ВК. А ещё я завёл аккаунты во всех социальных сетях, куда Ютуб может размещать информацию о новом видео. Потому кому удобнее получать уведомления о выходе нового видео, например, на Фейсбук или Одноклассниках, добавляйтесь в друзья там. Ссылка на все-все-все социальные сети, где я есть, в описании. И даже это ещё не всё. Я завёл канал и публичный чат в Телеграме. Кто не знает, что это такое, гуглите. Но вкратце это как WhatsApp, только от создателей ВКонтакте. Для всех, кто знает, что это, присоединяйтесь к чату. Во-первых, там есть единомышленники, с которыми можно обсудить последние новости и видео в формате чата. А во-вторых, там есть я в формате 24 на 7. С каналом в Телеграме немного хуже. У меня до него просто руки не доходят. Если у кого есть желание повести его, дублировать новости из группы в ВК и добавлять свой контент, я с удовольствием приму вашу помощь. А когда WhatsApp реализует возможность публичных чатов и каналов на своей платформе, мы там тоже появимся. Итак, это то, что касается первого обещания. А вот со вторым чуть-чуть хуже. Твич мне пока не покорился, так как на него просто нет времени. Ведь стримы, по сути, удобнее всего проводить в то время, когда я делаю новые ролики. А жертвовать ими я пока не готов. Сейчас я решу все свои проблемы с записью видео, наложу график выхода новых видео. И тогда можно немного постримить. Например, поиграть в третьего видеомака с какими-нибудь ограничениями. А может быть пройти первого или второго, ведь ни одного из них я так до конца и не прошел. Анонс, конечно же, этого события будет дополнительно во всех местах, в которых я смогу его запихнуть. И в-третьих, касательно будущего. Весь акцент по роликам сейчас будет на Ведьмака. А то за две недели я и так много выпусков пропустил и из графика совсем уж выбился. Так что сейчас будет много обзорных видео, много билдов и так далее. А пока я выпускаю только Ведьмака, в группе ВКонтакте проходит голосование на тему, что еще выпускать, кроме Ведьмака. И продлится это до конца недели. Ну, какой-нибудь из. Прошу всех честно, искренне выбрать свой вариант ответа. А на этом все, ребята. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы со мной. Всех, кто пережил мой вынужденный отпуск. Всех, кто помогает каналу в той или иной степени, в том числе в рамках героя видео. И всех, кто просто смотрит меня. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Это будет очень красивый и эмоциональный ролик. А на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok